Марго снова усмехнулась. — Поэтому я заставила его пообещать, что он женится на вас и покинет вас в первую же ночь. Как видите, он так и поступил. — Я не верю ни одному вашему слову, — прошептала Керри. — Остальное было его идеей — жениться на вас, чтобы ваша доля наследства дядюшки Кадмуса перешла ко мне. В итоге, дорогая, у вас не осталось ничего, ни денег, ни мужа. Деньги теперь его и мои, а вы можете получить развод, если хотите. Правда, это вам ничего не даст. — Выйдя замуж, вы навсегда отказались от наследства. Теперь, надеюсь, вы согласны, что были пустоголовой, доверчивой дурой. Постепенно голос Марго становился все более резким, перейдя в шипение. Керри по-прежнему не оборачивалась, но была уверена, что египетские глаза кузины светятся злобным торжеством. — Я хочу, чтоб вы здесь остались, Марго, — сказала Керри. — Я не позволю вам уйти, пока не вернется Эллири. — Он не вернется, — усмехнулась Марго. — Вы можете упаковывать вещи и съезжать отсюда. Я хочу видеть ваше лицо, когда он заявит, что вы лжете. Я хочу, чтоб вы остались. Остались. Я бы с удовольствием, дорогая, но у меня есть более важные дела. А то, что вы предлагаете, абсолютно бессмысленно, не так ли? — Если б это оказалось правдой, — с трудом вымолвила Керри, — то, думаю, я бы убила его. — Вот так благодарность рассмеялась Марго. — Убили бы его. Вы должны быть ему признательны. Неужели вы не понимаете, что обязаны ему вашей никчемной жизнью? — Керри едва расслышала насмешливые слова. — Вам крупно повезло. Он спас вам жизнь, женившись на вас. В противном случае вы уж давно были бы мертвы. — Что она говорит, — думала Керри. — По-вашему, маленький ночной визит к вам в спальню был шуткой? Или ваша кобыла споткнула случайно? Или то, что произошло вчера вечером в гараже, было всего лишь чьей-то оплошностью? — Нет! — крикнула Керри. — Я все время знала, что это были вы. — Вот как! — Марго снова рассмеялась. — Умница! Но эти покушения я спланировала не одна. — Это вы не знали, верно? — Это сделала я и кое-кто еще. — Кое-кто еще! — вскрикнула Керри, выпрямляясь в кресле. — Я и... — Мир взорвался над головой Керри. Она откинулась на спинку кресла, полуоглушенная и полуослепленная тремя огненными вспышками. Позади нее послышался сдавленный крик, и звук скользящего вниз тела со стуком упавшего на ковер. Вцепившись в подлокотники кресла, Керри, быстро моргая, смотрела на залитый лунным светом двор, видя, как шевелится шторы в окне на расстоянии всего восьми футов по диагонали от нее, как оттуда высунулась рука, держащая что-то, сделала странное движение вперед, и какой-то предмет, пролетев над ее головой, упал на ковер. Поднявшись с кресла, Керри, спотыкаясь, подошла к телу Марго, неподвижно лежавшему на полу, и машинально подняла предмет, вертя ему в руках. Это был маленький револьвер, двадцать второго калибра, с украшенной перламутром рукояткой, из его дула все еще шел дым. Ее револьвер, тот самый, который украли из кармашка на двери ее родстера, с дымящимся дулом. Глаза и мозг Керри начали действовать скоординированно лишь тогда, когда она опустилась на колени возле Марго, сжимая в руке револьвер, и глядя на быстро расширяющееся красное пятно на горле кузины, на красную яму, на месте левого глаза Марго, на красную полосу на ее правой щеке. Марго не шевелилась. Она была мертва. Кто-то трижды выстрелила в нее из комнаты с колышущейся шторой. Марго мертва. Послышался стук в дверь. Керри обернулась, все еще стоя на коленях с револьвером в руке. Марго мертва. И тогда в дверях появился ее муж. С усталым лицом и красными глазами, смотрящий на окровавленную мертвую женщину на полу и револьвер в руках его жены. Часть четвертая. Глава двенадцатая. Пожалуйста, молчи. Но Керри не видела его. Она все еще была ослеплена блеском трех красных вспышек, трех выстрелов у нее над головой, в горло, глаз и щеку Марго. Ослеплена, оглушена и ошеломлена этими тремя звуками взрывающегося мира. Она мертва, четко произнесла Керри. Марго мертва. У нее нет одного глаза. На ее шее кровь. Смотри, как странно она выглядит. Бо стоял в дверях, пытаясь заговорить. Только что она была жива и вдруг стала мертвой. Она умерла, стоя позади меня. Я слышала, как она крикнула. Керри начала смеяться. Бо подбежал к ней, обнял ее и прижал к груди. Он не мог смотреть ей в лицо. Белая, неподвижная, похожая на грубую гипсовую маску. В ее глазах не было ужаса и паники. В них застыло нечто загадочное, неживое, словно в глазах восковой фигуры. Когда он прикоснулся к ней, Керри перестала смеяться. Она пришла поиздеваться надо мной. Сказала, что вы вместе все это спланировали. Наш отъезд и брак, что ты сообщил ей, куда повезешь меня. Поэтому она знала, где меня искать. Она сказала, что ты любишь не меня, а ее, что все это ты придумал, чтобы отобрать у меня мою долю денег дяди Кадмуса и разделить ее между вами двоими. Керри, остановись. Она начала говорить о покушениях. Признала, что совершила их вместе с кем-то еще. С кем-то еще? Воскликнул Бо. С кем? Она не успела сообщить. Только она начала рассказывать, как из окна выстрелили три раза. С трудом, переступая, Бо подошел к окну возле кресла. Она была открыта. Он представил себе Керри, сидящую в кресле, морго, стоявшую позади нее. Выстрелы над головой Керри в горло, в глаз. Потом он увидел револьвер. — Откуда взялся револьвер? — хриплый спросил Бо. — Что произошло? — Это мой револьвер. Словно во сне ответила Керри. Я купила его, когда ты предупредил меня, чтобы я была осторожной. Его украли у меня из кармашка на дверце моей машины. Наверное, это случилось вчера, так как я заметила, что револьвера нет, когда была заперта в гараже. — Это твой револьвер? Бо шагнул вперед и остановился. Но если его украли, она смотрела на него безжизненным взглядом. Чья-то рука бросила его сюда, из окна, прямо после выстрелов. Она перевела взгляд на собственную руку, все еще сжимающую рукоятку револьвера. Бо подбежал к ней, взял ее за плечи и тряхнул. — Неужели ты не понимаешь? — крикнул он. — Это же подтасовка. Кто-то застрелил ее и пытается свалить ину на тебя, подбросив сюда оружие. — Вставай, вставай сейчас же, мы уходим отсюда. — Что? Она изо всех сил пыталась понять его слова. Ее лицо исказила напряженная гримаса. Бо поднял ее на ноги и резко хлопнул по щекам. — Кэрри, ради бога очнись. Я должен увезти тебя отсюда, прежде чем... — Стойте на месте. Бо застыл, как вкопанный. Кэрри безвольно поникла в его объятиях. Револьвер болтался у нее в руке. Он не успел забрать у нее оружие. — Ты же ничего не поделаешь. Проклятый идиот даже не сообразил закрыть дверь. Я держу вас под прицелом. Двое мужчин заслонили дверной проем. Один из них был администратор отеля, Бо узнал его по смокингу с астрой в петлице и мешкам под глазами. Неприятный тип. Второй был гостиничный детектив. Широкоплечий парень в шляпе с револьвером 38-го калибра в руке. — Скверно. Нужно придумать что-нибудь еще. Окна? Но ведь они на 17-м этаже. Пожарная лестница? Все равно им не убежать. Они ведь зарегистрированы. Подумай хорошенько. Неужели ты такой простофиля? Гостиничный детектив шагнул вперед, глядя на револьвер в руке Кэрри. Правой рукой он направлял на них револьвер, левый полез в карман и вынул носовой платок. Этот парень знал свое дело. Он даже не пытался взять у нее оружие. — Бросьте пушку! Кэрри выглядела ошеломленной. — Брось револьвер! — шепнул ей Бо. Она послушно уронила револьвер. — Теперь вы! Детектив перевел взгляд на Бо. — Толкните пушку носком ботинка в моем направлении, мистер! Бо подчинился. Револьвер скользнул по ковру на три фута, остановившись у ног детектива. Он наклонился, не глядя на оружие, и поднял его, держа в платке. — Кэрри, ты меня слышишь? — шепнул Бо ей на ухо. Ее голова, прижатая к его груди, слегка дрогнула. — Я собираюсь смыться, понимаешь? Ее руки стиснули его в конвульсивном протесте. — Ничего им не рассказывай. Чтобы они не спросили, и говори, что ты ничего не знаешь. Копы будут здесь через несколько минут. Но ты ничего не должна им сообщать, пока я не вернусь. Я не скажу тебе, что ты можешь говорить. Понятно? Он снова почувствовал едва ощутимый кивок. — О чем это вы там шепчетесь? — осведомился детектив, выпрямившись с револьвером в носовом платке. — Уже можно шевелиться, комиссар? — спросил Бо. — А то я окостенел. — Отпустите даму и подойдите сюда с поднятыми руками. Пожав плечами, Бо повиновался. Кэрри дотащилась до кресла и опустилась в него. Администратор отеля быстро подошел, закрыл окно возле кресла и встал рядом, глядя на Кэрри. — Гостиничный детектив! — ощупал руками Бо и удовлетворенно проворчал. — Ладно, стойте здесь и будьте поймальщиком. Опустившись на колени у тела Марго, он приложил ухо к ее груди. — Она мертва, мистер Абрайн. Позвоните в полицию, пока я... Хлопнула дверь в коридор. Оба мужчины резко обернулись. Бо исчез. Детектив выругался и бросился к двери. Администратор изо всех сил вцепился в плечи Кэрри, словно ожидая, что она тоже попытается убежать. — Устите! — взмолилась Кэрри. — Вы делаете мне больно. Администратор казался сбитым с толку. Схватив телефон, он прокричал описание Бо гостиничному телефонисту. — Не позволяй этому человеку выйти из отеля! Кэрри вздрогнула. Она ощущала холод и голод. Бо поднимался по запасной лестнице, перескакивая чьи четыре ступеньки, зная, что от него будут ожидать бегства вниз. Остановившись на лестничной площадке двадцатого этажа, он скользнул в основной коридор. Никого не было видно. Подойдя к ближайшему лифту, Бо нажал кнопку вниз. Лифтер в кабине, спускающийся сверху, не мог слышать шума тревоги. Лифт остановился, и Бо вошел в кабину. Там было еще трое пассажиров, и лифтер не обратил на него внимания. Выйдя на этаже с балконом, Бо посмотрел сверху на суету в вестибюле. Гостиничный детектив что-то прокричал полицейскому, и тот с испуганным видом выбежал на улицу. Бо вошел в телефонную будку и набрал номер. — Да, — послышался сонный голос. — Элери, это Бо. Ну? Сонливость мистера Квина как рукой сняла. Я не могу говорить. Я в Вилануа, и весь отель у меня на хвосте. — Почему? Что случилось? — Убийство. — Убийство? Марго застрели. — Марго? Мистер Квин сделал небольшую паузу. — Но каким образом она? Кто застрелил ее? — Не знаю. — Бог кратко описал ему происшедшие события. — Где сейчас Керри? — осведомился мистер Квинн. — Наверху, в номере 1724. Она в шоке. — Эл, ты должен прийти сюда. — Конечно, приду. — Никто не знает о комнате, где находится убийца, кроме него самого Керри. Тебя и меня. Я сказал Керри, чтобы она держала язык за зубами. Мы должны обыскать эту комнату раньше копов. — Какой номер? — Она прямо за углом от нашего номера. Выходит в поперечный коридор. Думаю, что это номер 1726. Можешь выйти в отель так, чтобы тебя не ухватили за воротник. — Постараюсь. Тогда поторопись. Думаю, они сейчас обыскивают балконы. — Вот какими именами зарегистрировались вы скорее? — Как мистер и миссис Элли Квинн? Мистер Квинн первый громко простонал. — Ты понимаешь, что ожидает старого джентльмена по фамилии Квинн, когда он займется расследованием этого убийства? — Господи! Бо медленно повесил трубку. Зажигая сигарету, он вышел из будки и направился к мраморному парапету. Гостиничный детектив и полицейские, недавно побегавшие на улицу, носились от стола к столу, заглядывая в испуганные лица людей. Бо подошел к ним и окликнул. — Могу я быть вам чем-то полезен, джентльмены? Тяжелая челюсть детектива отвисла. — Хватайте его, Фогорти! Завопил он и вместе с полисменом бросился на Бо. Отшвырнув полицейского, Бо схватил детектива за руку, державшую револьвер. — К чему такая суета? Я ведь сдался сам, верно? Они выглядели озадаченными. Бо усмехался, стоя среди собирающейся толпы. — Ладно, умник, — пропыхтел детектив, высвобождая руку. — Зачем вам понадобилось удирать? — Мне? — удивился Бо. — Я и не думал этого делать. Пошли, ребята, мы не должны заставлять леди ждать. — Кто вы такой? — Как ваше имя? — Квинн! — Эллири Квинн! — Это вам что-нибудь говорит? — Квинн! Полицейский уставился на него. — Вы сказали, Эллири Квинн! — Совершенно верно. Фогорти казался испуганным. — Ты знаешь, кто это, Сэм? — Сын инспектора Квина из отдела по расследованию убийств. — Каждый может ошибиться, ребята, — великодушно сказал Бо. — А теперь мы, может быть, вернемся на место преступления. — Ваш отец, инспектор Квинн, — осведомился Сэм. — Вы же слышали, что сказал Фогорти? — А мне плевать! — упрямо заявил Сэм. — Фогорти! — Этот парень был с дамой в номере 1724, когда мы с Омбрайеном туда ворвались. Пушку держала женщина. Но откуда мы знаем, что он не ее сообщник? — Инспектор Квинн меня опознает, — сказал Бо. — Даже если так, что из этого? — возразил детектив. — Меня не интересует, кто вы, мистер. Вас застали в той комнате. — О чем спор? — спросил Бо. — Не устраивайте спектакль, Сэм. Смотрите, сколько полицейских. — Пошли наверх, а то пресса от вас мокрого места не оставит. Вы идете ли мне подниматься одному? — Не беспокойся, баби, — усмехнулся Сэм, крепче сжимая рукоят при Валера. — Я с тобой. Они поднялись в специальном лифте на 17-й этаж. Снаружи номера 17-24 полицейский сдерживал толпу. Внутри находились еще двое полицейских и детектив из участка на западной 47-й улице. Они задавали вопросы одновременно. Кэрри все еще сидела в кресле в той же позе. — Это он? — спросил участковый детектив. — Он самый, — ответился. — Девушка заявляет, что он ни при чем. Она говорит, что его даже не было здесь во время выстрелов. Он вышел сразу после этого? — Кэрри. Недовольно проворчал Бо. Выходит, она отвечала на вопросы, хотя он верил ей не делать этого. — Она призналась, что прикончила другую даму? — энергично осведомился Сэм. — Ни в чем она не призналась. Бо бросил на Кэрри предупреждающий взгляд. Она положила руки на колени, ладонями вверх и посмотрела в окно. — Повезло вам, — буркнул Сэм, обращаясь к Бо. — Что верно, то верно. Согласился Бо, не сводя глаз с профиля Кэри. Когда позвонили с Центра-стрит, инспектор Квин находился в офисе доктора Праути, играя в карты с сержантом Велли. Он ожидал рапорта медицинского эксперта о вскрытии Ханка Карнуччи, которого этим вечером, после долгих поисков по всей стране, обнаружили на дне эйстривер. — Что? — рявкнул инспектор в телефон, и сержант Велли увидел, как побелело птичье лицо его начальника и как задрожали его сидеющие усы. — Ладно, переслушайте. Никаких репортеров в комнату не впускать. Ясно? Возьмите регистрационную карточку, партия. Если хоть что-нибудь просочится, я сниму с вас скальп. Выезжаю. — Немедленно. Он повесил трубку. Вид у него был скверный. — В чем дело? — спросил сержант. Инспектор Квин поднялся. — Женщину прикончили в отеле Вилануа. Сержант выглядел озадаченным. Ну и что? — Инспектор рассказал ему что, когда они сидели в полицейской машине, мчавшей со своим сиреной в сторону Тайм-сквер. — Не может быть! — воскликнул Вилли. — Это розыгрыш! — Говорю тебе, они зарегистрировались как мистер и миссис Эллера Квинн! — рявкнул старик. — Но кто эта дама? И та, которую застрелили? — Не знаю. Еще ничего неизвестно. — Когда вы в последний раз видели, Эллери, сегодня утром, он ничего не сказал мне о своей женитьбе, хотя мне показалось, что он вел себя странно. — Инспектор прикусил ус. — Так, обойтись со мной. Езжай быстрее! — Боже мой, газеты! — простонал Вилли. — Может быть, еще удастся замять? — с надеждой сказал старик. — Да быстрее ж ты, чертов бабуин! Сержант жалости на него посмотрел. Войдя в Вилануа, инспектор отогнал репортеров, велел очистить вестибюль, выслушал несколько рапортов, кивнул одному из подчиненных, который показал ему регистрационную карточку, и направился к лифту. В кабинете он из-под тишка обследовал злополучную карточку с надписью «Мистер и миссис Эллери Квинн» и облегченно вздохнул. Почерк не принадлежал Эллери. Однако дела обстояли немногим лучше, так как был почерк Бораммела. — Что? Плохие? Новости? — шепотом осведомился сержант Вилли. — Держись поблизости, Томас! — пробормотал старик. — Здесь происходит что-то странное. Это почерк не Эллери, а Бораммела он воспользовался именем Эллери. Нахальный тип. — Пока мы подыграем ему, передай ребятам, чтобы никому ни слова о том, кто такой Бо. Как только инспектор Квинн вошел в номер 1724, Бо стиснул его руку. — Привет, папа! Как поживаешь? — Держу пари, что ты никак не ожидал обнаружить своего сына в подобном местечке. Он подмигнул. Инспектор медленно взял понюшку табаку, посмотрев на труп, потом на Керри и, наконец, на Бо. — Естественно, не ожидал! Сухо ответил он и повернулся к одному из участковых полицейских. — Все в порядке, лейтенант. — Освободите помещение. Свидетели пусть ожидают снаружи, пока их не вызову. Взяв Бо за руку, он увлек его в спальню. — Спасибо, папаша! — усмехаясь, поблагодарил Бо. — Вы быстро соображаете. — Теперь мне нужно отсюда выбраться. — Вот как? Инспектор холодно на него посмотрел. — Что за идея воспользоваться именем Эллери? — И кто такая Добрюнятка? — Это длинная история. Слишком длинная, чтобы рассказывать сейчас. Она моя жена. — Что? — ахнул старик. — А я-то думал, что мистер и миссис мы поженились вчера вечером. По определенной причине я не мог зарегистрироваться под собственным именем. — А Эллери об этом знает, — фыркнул старик. — Да. Инспектор молчал. — Я должен выбраться отсюда на полчаса, папаша, и куда ты намерен отправиться. Я не покину отель. — Бо! Инспектор посмотрел ему прямо в глаза. — Ты имеешь какое-нибудь отношение к убийству этой женщины? — Нет, папаша, — просто ответил Бо. — А твоя жена тоже нет. — Откуда ты знаешь? — тут же осведомился старик. — Она ведь сама заявила, что ты пришел после убийства. — Я не могу объяснить вам, откуда я знаю, — пробормотал Бо. — Ради бога, папаша, выпустите меня. Это очень важно. — Очевидно, я болван, — буркнул инспектор. — Папаша, вы гений. Бо вышел в гостиную, где оставались только люди инспектора. Подойдя к Кэрри, он шепнул ей на ухо. — Я должен ненадолго уйти, малышка. Помни, что я говорил. Никому ни слова, даже моему старику. — Что? — ее глаза были полны слез. — Я имею в виду... Бо судорожно глотнул. Она выглядела настолько беспомощной, что ему хотелось выпрыгнуть в окно. — Он должен что-то сделать. — Лишь бы добраться до комнаты, откуда стрелял в убийцах. А там уж он что-нибудь придумает. Я скоро вернусь. Бо поцеловал Кэрри и вышел, забрав с собой табличку с надписью «Не беспокоить», который всел на цепочки с внутренней стороны двери гостиной и сунув ее в карман. Снаружи на него с любопытством посмотрели служащие отеля и полицейские. Стоящий у входной двери детектив Флинт успокоил их, сказав, что все в порядке. Подойдя к лифту, Бо нажал кнопку «Вниз». Войдя в кабину, он сказал лифтеру «Шестнадцатый». Выйдя на шестнадцатом этаже, Бо поднялся по запасной лестнице на семнадцатый, оказавшись в другом коридоре. Поблизости никого не было. Бо подошел на цыпочках к номеру 1726. Он слышал доносящиеся из-за угла возбужденные голоса людей у номера 1724. «Приложив ухо к двери, Бо повесил на ручку табличку «Не беспокоить» и бесшумно повернул ручку. Она подолаз. Пойдя внутрь, Бо закрыл за собой дверь и задвинул щеколду, стараясь не издавать ни звука. Облегченно вздохнув, он повернулся и внезапно присел. Кто-то курил сигарету в темной комнате. Убийца. «Не двигаться!» Громко прошептал он. «Вы у меня на мушке». «В самом деле?» Осведомился мистер Квинн из-за тлеющего кончика сигареты. «По-моему, ты блефуешь». Глава тринадцатая. Два мистера Квина в номере 1726. «У тебя пошаливают нервы», — заметил мистер Квинн. «Из этого я делаю вывод, что тебе пришлось нелегко. Черт бы тебя побрал!» Ворвался Бог. «Как ты сюда вошел?» «Как видишь, вошел и не рассыпался. Хотя ты ничего не видишь. Тогда зажжем свет, он нам понадобится в большом количестве». Мистер Квинн нащупал выключатель и щелкнул им. Моргая при вспыхнувшем свете, они посмотрели друг на друга, а потом окинули взглядом комнату. «Не волнуйся», — сказал мистер Квинн, обратив внимание на то, куда смотрит его партнер. «Я сразу же закрыл окно, а штора была опущена, когда я вошел». «Так ты же оставил отпечатки!» «Я в перчатках, а вот ты ничего не трогай. Когда мы закончим, надо подумать о полиции. А если они заметят свет?» — забеспокоился Бо. «Отсюда всего несколько футов по диагонали до окна гостиной. Никакой опасности нет», — «весело», — заявил мистер Квинн. «Тебе известно, что эта комната забронирована». Бо уставился на него. «Так ты не знал?» «А ты-то как это узнал?» «Спросил?» «Ты имеешь в виду, что просто вошел в отель?» «Свершенно верно». «Я всегда ношу с собой один-два полицейских значка. Детектив такой, ты из главного управления, к вашим услугам». Я спокойно вошел и задал несколько официальных вопросов портье. «Так вот, кто-то забронировал номер 1726?» «Мужчина или женщина?» «Неизвестно». «Комнату забронировали этим вечером. Приблизительно без четверти девять». «Без четверти девять?» «Мы скорее зарегистрировались только в половине девятого». Мистер Квинн нахмурился. «Быстрая работа». «Думаешь, за вами следили?» «Не вижу, как это могло произойти, Эл. Разве только где-то была утечка». «Кто знал, что вы поедете в Вилануа?» «Только Марго». «Тебе ведь известно, как я притворялся, что действую с ней заодно». Она клюнула на приманку, но настаивала на том, чтобы я сообщил ей, куда мы поедем, так как хотела быть уверенной, что я ее не обману. Она даже заставила меня пообещать, что я не проведу ночь с Кэрри, ревнивая, как черт. Выходит, что Марго кому-то сообщила. «Кому?» «Человеку», которому она передала револьвер Кэрри. «А как был забронирован номер?» «По телеграфу, явно под вымышленной фамилией». «Эл-Эл Хауарт». «Конечно, Хауарт не занял комнату официально. Он просто обеспечил себе уверенность, что номер останется свободным. А потом вошел сюда с помощью отмычки, как и я. Ну и как себя чувствует Кэрри?» «Не блестяще», — печально ответил Бо. «Ну, давай начинать». «А ты уверен, что нас сама не прикончила, Марго? Я же передал тебе все, что она мне рассказала. Не приставай ко мне, если мы найдем доказательства, что в этой комнате кто-то был. Это подтвердит ее историю, верно?» Это был обычный однокомнатный номер с ванной. В комнате стояли кровать, платяной шкаф, два стула и письменный стол. Кровать была приготовлена к ночному сну. В ногах лежало аккуратно сложенное покрывало. Шерстяное одеяло было отогнуто в углу, но на подушках и простынях не было ни единой морщинки. «Пепел», — начал Бо, указывая на ковер. «От моей сигареты», — прервал его мистер Клин. «А курок в пепельнице на столе. Остальные пепельницы чистые. Ну, начнем с ванной. Смотри, но ничего не трогай». Они молча принялись за работу. Ванная сверкала чистотой. Свежие полотенца, чистая циновка, мыло завернуто в бумагу, душ скрыт занавесом, сухая тряпка, а птичка и мусорная корзинка были пустыми. «Ничего», — промолвил мистер Клин, и они вернулись в спальню. «Стеной шкаф пуст», — сообщил Бо. «Что ты делаешь?» Мистер Клин выполз из-под кровати. «Уборщица в этом отеле просто замечательная. О, начинай от двери и двигайся по ковру к окну, а я буду двигаться от окна к двери». Они поползли навстречу друг к другу, от одного конца комнаты к другому. Встретившись в центре комнаты, они обменялись взглядами и встали. «Боюсь, что дельца, кажется, не из легких», — заметил мистер Клин, оглядываясь вокруг. Он осмотрел письменный стол и туалетный столик не потому, что надеялся что-нибудь там найти, а исключительно из добросовестности. «Бо, что мы пропустили? Окно? Штору?» Я смотрел их, пока ты лазил в стенной шкаф. Единственное, что там могло быть, — это отпечатки пальцев, но я чувствую, что дружище Хауард носил перчатки, хотя и не могу быть в этом уверен. «Но должно же здесь хоть что-то быть!» Сердито проворчал Бо. «Этот парень провел здесь по крайней мере час, а может, еще больше. Нельзя находиться в комнате столько времени, не оставив никаких следов своего пребывания». Однако Хауард вроде бы умудрился это поделать. «Ладно, пошли. Нам не повезло». Мрачный Бо повернулся к двери. «Погоди, Бо!» «Это моя вина!» «О чем ты?» «Я кое-что не доглядел». «Что?» «Радиатор». Бо присоединился к нему у окна. Холодная батарея находилась прямо у подоконника. Мистер Квин наклонился, пытаясь заглянуть между секциями радиатора. Затем он лег на ковер и, загнувшись таким образом, чтобы видеть узкую полоску ковра под батареей, внезапно Эльдер напрягся. «Тут что-то есть!» «Аллилуйя! Вытаскивай это, братец Квинн!» Мистер Квинн просунул руку в перчатки под радиатор и вскоре вытащил ее, сжимая между большим и указательным пальцами длинный и тонкий черный предмет, сужающийся к концу. Автоматический карандаш. Золотой зажим был потерян. «Реконструировать происходящее не составляет труда», заметил мистер Квинн, обследовав находку. Кто бы ни стрелял в Марго Коул, он стрелял из этого окна. Значит, он стоял возле него, возможно, долго, наблюдая в темноте из-за опущенной шторы. Утратив в какой-то момент бдительность, он наклонился, и, так как зажима ослаб, карандаш выпал у него из кармана. Чудом он не ударился ни о подоконник, ни о радиатор, а упал между ними на ковер, не издав ни единого звука, и откатился на несколько дюймов под радиатор. Убийце было незачем пользоваться карандашом, поэтому он ушел, не обнаружив потери, весьма предусмотрительно с его стороны. Все это так, согласился Бо. Но предположим, что карандаш вронил человек, занимавший этот номер вчера, на прошлой неделе или в прошлом году. Невозможно. После того, как номер забронировали, его подготовили к приему постояльцы сегодня вечером. Мы знаем это, так как кровать постельна для ночного сна. Это означает, что горничная убиралась здесь после восьми сорока пяти, а горничная, не оставившая ни пылинки под кроватью, едва ли пропустила бы карандаш под радиатором. Нет, Бо, карандаш уронил Хауарт, кто бы он ни был. Обычный автоматический карандаш вряд ли может служить уликой, сказал Бо. Убийца с таким же успехом мог не оставить ничего. — Ну, не знаю, — задумчиво промолвил мистер Квинн. — Тебе в этом карандаше ничего не кажется знакомым? Бо уставился на него. — Чего нет, того нет. Ты не видел ничего похожего раньше? — Да я видел тысячи точно таких же, — ответил Бо. — В том-то и беда. — Нет-нет, я говорю не о карандашах. — Ты не припоминаешь похожий и пишущий инструмент, черный, с золотым зажимом? — Авторучка Коула? Бо коротко усмехнулся. — Ничего себе вывод! Ты пытаешься сказать мне, что этот карандаш — часть письменного набора Коула, состоящего из карандаша и ручки, только потому что авторучка Коула тоже была черная и золотым зажимом. — Вот именно, — кивнул мистер Квинн, — но не только по этой причине, хотя сходство действительно большое. — Где твои глаза? Он поднял карандаш. Бо смотрел его, не прикасаясь к нему, от грифеля, где держал его Эллири, до колпачка с ластиком. Как раз под колпачком он заметил нечто, заставившее его вскрикнуть. На твердой поверхности виднелись царапины и дугообразные вмятины, некоторые из них довольно глубокие. — Эти вмятины точь в точь, как те, что были на ручке Коула, но это невероятно! Отбросив философские аргументы, и без возбуждения произнес мистер Квинн, — Я думаю, что мы в состоянии доказать или опровергнуть эту теорию исключительно материальными средствами. Аккуратно положив карандаш на ковер, он вытащил бумажник и извлек из него несколько маленьких квадратиков пленки. — Микрофотографии вмятины на ручке Коула, которые я попросил тебя сделать, — объяснил он. — Но я думал, что они в офисе, а они слишком ценные, чтобы оставлять их там. Я ношу их в бумажнике. Мистер Квинн сравнил микроснимки с карандашом на ковре, затем протянул пленки Бо. Когда Бо посмотрел их на свет, в его глазах было изумление. — Те же самые, да? Следы зубов на карандаше и на вторую ручке Коула оставлены одним и тем же человеком. Следовательно, карандаш, компаньон, ручки и Коула. — Карандаш Коула? — пробормотал Бо. — Вне всякого сомнения. Бо поднялся на ноги. Мистер Квинн сидел в позе Будды, разглядывая фотографии карандаша. — Но этого не может быть, — воскликнул Бо. — Доказательства налицо. Но Коул мертв уже почти три месяца, если только карандаш не пролежал здесь. — Я уже объяснил. С нотками нетерпения в голосе ответил мистер Квинн, что это невозможно. Но если ты настаиваешь на подтверждение, проведи рукой по ковру и полоски пола под радиатором и между радиатором и стеной, ты не увидишь на руке ни одной пылинки. Это указывает, что ковер и пол подметали совсем недавно. — Нет! — карандаш уронил этим вечером человек, застреливший Марго Коул. — И этим человеком, полагаю, был Кадмус Коул. — Бо усмехнулся. — Сейчас ты захочешь, чтобы я поверил в привидения. Есть и другие возможности, — пробормотал мистер Квинн. — Но если ты настаиваешь на дискуссии, то почему бы и не Коул? — Что? — крикнул Бо. — Да почему? Мистер Квинн устремил на партнера бесстрастный взгляд. — Какие у нас доказательства, что Коул мертв? Бо выглядел ошарашенным. — Это выше моего понимания, Коул. — Не мертв? — Я не утверждаю это, а просто задаю вопрос. У нас есть только заявление одного человека о факте смерти Коула, Эдмунда де Карлоса. Капитан Энгус, команда яхты, все, кто мог бы подтвердить слова де Карлоса, исчезли. Тело предъявлено не было, оно якобы похоронено в море. Но не начинает ли вырисовываться причина, по которой Кадмунс Коул нанял нас три месяца назад? Не находился ли Коул все это время где-то поблизости, под надежной маскировкой мнимой смерти и похорон? — Конечно, — робот Маталбо, — мы могли его не узнать, хотя, нет, мы не видели его у нас в офисе, значит, он должен был где-то прятаться. Но почему? — Я могу выдвинуть по меньшей мере две причины, — ответил мистер Квинн, — каждая вполне разумна и делает эту теорию весьма привлекательной. — Ты имеешь в виду, что Коул стоит за всем этим делом? Покушение именно Кэрри, убийство Марго, тогда зачем он нас нанял? — Или если он жив, при чем тут наследники? Нельзя же получить наследство живого человека. — Мистер Квинн молчал. — Постой, мы оба спятили. — Конечно, существует простое объяснение. Коул мертв, это в самом деле его карандаш, но им завладел наш убийца, а то ты совсем меня сбил с толку. Мистер Квинн по-прежнему не произнес ни слова. Завернув карандаш в платок из нагрудного кармана, он спрятал его и поднялся. — Зачем ты прячешь карандаш? — осведомился Бо. Мистер Квинн молча застегнул пиджак. — Это же наше единственное доказательство. Что кто-то был в этой комнате, мы должны передать его твоему старику Уэльдери, пока мы не станем ему об этом рассказывать. Ради бога, почему? След слишком запутан для обычного полицейского ума, даже для такого острого, как у папы. Притом мы не уничтожаем улику, а всего лишь временно утаиваем ее. Сама по себе она мало что означает. Нам следует сделать ее более красноречивой. К тому же передача карандаша полиции вызовет неизбежную публикацию о его находке, а мы не можем спугнуть преступника, не имея на руках всех козырей. — Но, Кэрри, — бушевал Бо, — что будет с бедной малышкой? Карандаш, по крайней мере, доказывает, что кто-то был вчера вечером в этой комнате и подтверждает ее рассказ о выстрелах из этого окна. Мистер Квинн стал серьезным. — Бо, если б я в самом деле считал, что карандаш поможет очистить Кэрри от подозрений, то сам рассказал бы о нем папе. Но ты же знаешь, что это не так. Она в трудном положении, а обстоятельства, при которых ее обнаружили, настолько перевешивают хрупкую улику в виде карандаша, что Кэрри все равно арестует. — Позволим ей честно и правдиво рассказать ее историю. Папа обследует эту комнату и найдет, — он усмехнулся, — обгорелую спичку, пепел и окурок моей сигареты. Горничная, безусловно, убрала бы их, если бы они там были, когда она готовила комнату для постояльца, так что они еще сильнее, чем карандаш, будут доказывать чье-то присутствие в комнате этим вечером. — Ты имеешь в виду, что мы даже не скажем ему, что побывали здесь? — Возможно, он сам об этом догадается, — успокоил его мистер Квинн. — Потому что здесь горит свет. Но он ведь не сумеет доказать, что это мой окурок, если мы ему не скажем, верно? — Боу ставился на него. — Ты сам себя обманываешь, Эль Лири, если думаешь, что из этого может что-то выйти хорошее. Мы с папой прежде иногда оказывались по разные стороны ограды, — задумчиво промолвил мистер Квинн. — Хотя признаю, что это довольно грязный трюк. — Господи! Да у него, оказывается, есть совесть. — Пока, Боу. Утром дай мне знать, что произошло. Глава четырнадцатая. Инспектор Квинн инспектирует. Пройдя мимо детективов, дежуривших в номере 1724, Боу увидел, что Кэрри ушла из гостиной, а дверь в спальню закрыта. Инспектор Квинн в одиночестве сидел в кресле у окна. Перед ним лежала пачка рапортов. Пол бы покрыт мусором, труп Маргакова исчез. — Где Кэрри? — с тревогой спросил Бо. Инспектор посмотрел на него. — Если б ты не бегал неизвестно где, то знал бы это сам. Где она? — В спальне, под присмотром гостиничного врача и сиделки. А также одного из моих людей, ее подруги, Вайолет Дэй. — Вай? Как она здесь оказалась? Твоя жена сказала нам, где остановилась мисс Дэй, и попросила ее вызвать. — Нет-нет, не выходи. — Я хочу поговорить с тобой. Но если Кэрри больна, пустите меня к ней хоть на минутку. Она не больна, а просто потеряла сознание. Сейчас с ней уже все в порядке. Помолчав, Бо осведомился. — Она что-нибудь рассказала? — Ну, ты же запретил ей это делать, — сухо промолвил старик. — Поэтому она молчит. — Должно быть, она здорово любит тебя, Бо, потому что положение у нее хуже некуда. — Вы знаете, кто она. — Разумеется. — Кэрри Шон. А убитой была ее кузиной Марго Коу. Бо внезапно сел. — Слушайте, папаша, не будем ходить вокруг да около. Что вам известно? Инспектор взял понюшку табаку, чихнул и внимательно посмотрел на Бо. — Согласно заявлению твоей жены, тебя не было здесь, когда пришла Марго Коу. Фактически ты вернулся уже после стрельбы. Это освобождает тебя от подозрений. Выходит, что твоя жена находилась в этой комнате наедине своей кузины, если... — добавил инспектор. — Она не сможет предъявить какое-либо третье лицо. Вот тебе пункт номер один. — Она сможет предъявить меня. — Быстро сказал Бо. — Я был здесь. — Кэрри говорит, что меня не было, потому что не хочет впутывать меня. — Ничего подобного. У меня есть свидетель, который видел, как ты выходил из отеля, и еще один, видевший, как ты возвращался в отель. Я знаю точное время твоего ухода и прихода. Ты не мог находиться в этой комнате во время убийства. Лифтер, который поднял тебя на семнадцатый этаж, говорит, что услышал выстрелы как раз тогда, когда ты выходил из кабины. — Говорю вам. — Нет-нет, Бо, нет. — Ты не подходишь, — терпеливо сказал старик. — Кто-то другой, если здесь вообще был кто-то еще. — Лично я уверен, что больше никого не было. — Был. — Кто? Го опустил глаза. — Не знаю. — Пока. — Понятно. — Инспектор Квинн сделал паузу. — Ну, продолжим. — Пункт номер два. — Гостиничный детектив и О'Брайан, администратор отеля, видели твою жену, держащий револьвер, из которого застрелили Марго Коул. Она держала его, стоя над мертвым телом. Детектив говорит, что дуло было еще теплым, когда он заворачивал оружие в носовой платок. — Доктор Праути, который уже побывал здесь, извлек из тела одну пулю. Она была выпущена из револьвера двадцать второго калибра. Именно такое оружие держала твоя жена. — В настоящее время производится баллистическая экспертиза. Но я и без рапорта уверен, что все пули выпущены из этого оружия. — Все три пули выпущены из револьвера двадцать второго калибра? — Да. К тому же единственные отпечатки пальцев на револьвере принадлежат твоей жене. Это пункт номер три. Инспектор умолк, но так как Бо ничего не сказал, заговорил вновь. — Пункт номер четыре. Проверка разрешения и записи о продаже оружия установила, что револьвер двадцать второго калибра имеется у твоей жены. — Но его украли у нее, — возразил Бо. — Когда именно? При каких обстоятельствах? — Бо махнул рукой. — Неважно. — Мы не можем доказать, когда и где его украли. Кэрри вчера обнаружила его пропажу. — Почему же она об этом не заявила? — У нее не было времени. — Говорю вам, это было только вчера. Инспектор покачал головой. — Слабовато, Бо. Все складывается против твоей жены. — Ее оружие — удобная возможность. Поймана, стоящая над трупом с пистолетом в руке, спустя несколько минут после стрельбы. Единственное, чего она мне доставала, — это мотив. — Ах да, мотив! — воскликнул Бо. — Зачем Кэрри было убивать, Марго? — Об этом я спросил у Де Карлоса. Бо вскочил на ноги. — Вы говорили с этим? — Где он? — Что вам сказала эта волосатая обезьяна? — Я уведомил по телефону Де Карлоса и Гуссенца об убийстве. Они оба скоро будут здесь. Я спросил у Де Карлоса о возможном мотиве, и он сообщил весьма полезные сведения. — Могу себе представить, — проворчал Бо. — Что он сказал, черт бы его, побрал. — О, так он тебе не нравится. Но он сообщил несколько любопытных вещей. Например, что если б вы с Кэрри Шон не уехали вечером, чтобы пожениться, он мог бы представить вам первоклассный мотив. Со смертью Марго Кэрри должна была унаследовать долю состояния Коула, принадлежавшую покойной. Бо мрачно кивнул. — Ну, конечно, — продолжал инспектор, — Де Карлос объяснил, и Гуссенц подтвердил это, когда позже спросил его, что брак Кэрри автоматически лишает ее доли наследства, которое переходит к Марго, так что этот мотив отпадает. — Ну и чего вы добились, — осведомился Бо. Но Де Карлос упомянул кое-что о несчастных случаях, происшедших с твоей женой в последние недели, о том, как ее сбросила лошадь, и она едва не сломала шею, о приключении в гараже позавчера вечером. Ну, и что из этого? — Несколько минут назад я имел небольшую беседу с Миздой, — ответил инспектор, — и она сообщила мне, что эти события не были несчастными случаями, что кто-то ослабил гвозди в подкове лошади, намеренно запер твою жену в гараже, а также не так давно влез ночью в спальню, мисс Шон, для маленького упражнения с ножом. — Чёртова болтунья! — хрипло сказал Бо. — Мисс Дэй добавила, что, по мнению ее и Кэрри, все эти несчастные случаи были подстроены Марго Коул. Бо снова сел. — Я вас не понимаю. — В самом деле? — Тогда я тебе объясню. Инспектор откинулся в кресле. — Если твоя жена думала, что Марго Коул пытается убить ее и поэтому купила револьвер, разве она не могла застрелить Марго Коул, когда та появилась в своей комнате этой ночью? — Мне это кажется возможным мотивом. — Даже если так, — возразил Бо, отчаянно подыскивая лазейку. — Это ведь самозащита, верно? — Моя работа — установить факты. — Складывать их вместе должен окружной прокурор. Старик посмотрел на Бо. — Кстати, ты не думаешь, что тебе пора нанять хорошего адвоката по уголовным делам? Бо встал и начал ходить по комнате. — Против твоей жены сильные косвенные улики. — Печально промолвил инспектор. — Вы все неправильно истолковываете. Вы это поймете, когда выслушаете историю, кори. — Боюсь, что мне необходимо нечто большее, чем история. Инспектор поднялся. — Бо, ты знаешь, как я был дружен с твоим отцом. Я всегда считал тебя кем-то вроде второго сына. Почему ты не расскажешь мне все, что тебе известно, что я сумел тебе помочь? — Я ничего об этом не знаю, — огрызнулся Бо. — И Кэрри тоже. Здесь еще кое-что неясно. Куда ты так что ходил? Что ты искал? С кем виделся? Бо, ты можешь мне доверять. Но Бо молчал. — Ты ставишь меня в трудное положение. — Мягко сказал инспектор. — Ты зарегистрировался здесь под именем Эллири. И даже если это было сделано с разрешения Элла, все равно расследование осложняется личными мотивами. Возможно, мне даже придется отказаться от ведения дела. Я ведь утаил определенные факты, завладев регистрационной карточкой и пригрозив всеми казнями египетскими служащим отеля, знавшим, под каким именем ты зарегистрировался. — Репортерам все еще ничего не известно. Но это долго не продлится. — По крайней мере, скажи мне, почему ты воспользовался именем моего сына, чтобы я приготовил какое-нибудь объяснение? — Не могу, папаша, — хрипло произнес Бо. — Вы уже рассказали, Кэрри, твоей жене? Инспектор прищурился. — Ты имеешь в виду, что твоя собственная жена не знает, кто ты такой? — Она думает, что я Эллири Квинн, — признался Бо. — Эллири знает об этом. Фактически это была его идея. Инспектор Квинн уставился на него, затем, покачав головой, направился к двери в спальню. Кэрри лежала на одной из кроватей, держа за руку Вайолит Дэй. Сестра и врач стояли рядом. В воздухе ощущался едкий запах нашатырного спирта. Сержант Велли стоял, прислонившись к стене. Кэрри повернула голову и быстро села. — Дорогой, тебя не было так долго, — голос ее звучал устало. Бо двинулся к кровати, но инспектор схватил его за руку. — Нет, нет, — Кэрри осталось сидеть. — Док, вы не могли бы подождать в соседней комнате? — спросил инспектор. — И вы тоже, сестра. Оба вышли из спальни, и сержант Велли закрыл за ними дверь. — Ну, я жду, — промолвил инспектор Квинн. Кэрри облизнула сухие губы. — Все в порядке, Кэрри, — негромко сказал Бо. — Теперь можешь говорить. Расскажи, что произошло. Кэрри с признательностью посмотрела на Бо. Вай снова взяла ее руку. Инспектор Квинн кивнул сержанту, который вынул карандаш и блокнот, и приготовился записывать. Кэрри рассказала о покушениях на ее жизнь. О своих подозрениях насчет Марго, о покупке револьвера, о том, как она обнаружила, будучи запертой в гараже, что револьвер украли из кармашка на дверце ее родстера, о предложении Бо и об их отъезде. — Одну минуту. Инспектор посмотрел на Бо. — Ты тоже думал, что эти покушения делал рук Марго Коул? — Я знал это. — Откуда? — Она сама мне сказала. — Что? В голосе инспектора звучало недоверие. — Я ухаживал за ней, — объяснил Бо. — Притворился, что буду действовать заодно с ней, а за хорошую цену. — Я сказал ей, что собираюсь жениться на Кэрри, чтобы ее доля состояния отошла к Марго. Мы договорились, что Марго отстегнет мне определенную часть доли Кэрри. — Почему ты это сделал? — осведомился старик. — Да потому что моей главной задачей было спасти Кэрри жизнь. Марго ненавидел ее из-за меня и из-за денег. Если бы я смог передать Марго деньги Кэрри и убедить, что я люблю не Кэрри, а ее жизнь, Кэрри была бы в безопасности. Взгляд Кэрри не отрывался от его губ. — Единственное, чего я не знал, — закванчил Бо, — это то, что Марго действовала вместе с кем-то еще. — Продолжай, Кэрри. Кэрри рассказала бы к прибытию в виллу Ануа о том, как Бо оставил ее, как пришла Марго. Я сидела в кресле у окна, а она встала позади меня, все еще радуя стрюку, который, по ее словам, проделали со мной она и Эллири. Инспектор быстро заморгал. Потом она перешла к покушениям на меня. Вот как? Что именно она сказала? — Насколько я помню, Марго говорила, что Эллири спас мне жизнь, женившись на мне. — В противном случае, — сказала она, — вы уже давно были бы мертвы. Она подтвердила, что ночной визит в мою спальню, несчастные случаи с лошадью и происшествия в гараже не были случайностями. Когда я сказала, что у меня всегда были подозрения, что это ее рук дело, она засмеялась и ответила. Но эти покушения спланировала не я одна, это сделала я и кое-кто еще. Только она собиралась сообщить мне, кто это был, как раздались выстрелы. Керри умолкл ее, подбородок задрожал. — Ага, выстрелы, — заметил инспектор. — Но я думал, что вы были в гостиной вдвоем. — Так оно и есть, — ответила Керри. — Стреляли через двор из окна у меня над головой, так как Марго стояла за спинкой моего кресла. То окно, окно моей гостиной. Я и Марго находились на прямой линии. Инспектор с жалостью посмотрел на Бо, но тот зажигал сигарету трясущими с руками. — Покажите мне, как это произошло. Вздохнул старик. Бо подскочил помочь Керри встать с кровати. Она судорожно вцепилась в его руку. Инспектор отвернулся, а сержант Велли открыл дверь. Все вышли в гостиную. Инспектор Квинн усадил Керри в кресло в том месте, где она, по ее словам, сидела во время стрельбы. Проверив положение тела, он заставил Керри четырежды повторить ее историю. — Говорю вам, что рука убийцы бросила револьвер мне в окно, — простонала Керри. — Почему вы мне не верите? — Но вы как будто даже не знаете, была это мужская рука или женская. Я сидела при выключенном свете, а дворы-то комнаты были в темноте. Я видела, как рука бросила револьвер. Но как я могла разглядеть, мужская это рука или женская? Инспектор что-то буркнул. Доктор бросил на него предупреждающий взгляд и заявил, что Керри следует вернуться в спальню и снова лечь. Старик кивнул, посмотрел на сержанта Велли, который подмигнул ему и молча вышел в коридор. Но Бо знал, что инспектор пошел обследовать комнату 17-26. Вернувшись в спальню с Керри, он присел на кровать, она свернула с калачиком его объятиях и закрыла глаза. Никто не произнес ни слова. Вскоре после ухода инспектора прибыл Ллойд Гуссенс и значительно позже Эдмунд де Карлос. Гуссенс курил трубку, нервно потирая небритые щеки. Звонок инспектора, очевидно, поднял его с постели. Кожа де Карлоса была свинцового оттенка, борода свисала клочьями, но большие глаза странно поблескивали за стеклами очков. Сержант велел Ллойду Гуссенсу и Эдмуду де Карлосу оставаться в гостиной, где они были заняты главным образом тем, что старались избегать пятен крови на ковре, ходя кругами по комнате. Бо вышел из спальни, и двое мужчин забросали его вопросами. Он кратко рассказал им о происшедшем, а затем отвел в сторону Гуссенса, что явно встревожило до Карлоса. — Что вы об этом думаете? — Гуссенс покачал головой. — История выглядит скверно, мистер Квинн. — В нее трудно поверить, особенно учитывая отсутствие подтверждающих доказательств. На вашем месте я бы нанял лучшего адвоката в Нью-Йорке. — Если вы хотите, чтобы я подобрал защитника для миссис Кэри... — Спасибо, — прервал Бо, — но вам не кажется, что это несколько преждевременно. Когда инспектор вернулся, он некоторое время советовался с Де Карлосом и адвокатом в гостиной. Наконец они вошли в спальню. Это были трудные минуты. Де Карлос и Гуссенс держались позади, избегая взгляда Кэри, но инспектор сразу же приступил к делу. — Буду с вами откровенен, — сказал он Кэри и Бо. Нет никаких доказательств чьего-либо присутствия этой ночью в номере 1726, за исключением окурка сигареты, обгорелой спички и пепла. Дежурная горничная говорит, что она приготовила комнату для постояльца поздно вечером, а в книге есть запись о том, что номер забронировали по телеграфу. Но горничная не может сказать с полной уверенностью, что окурка не было. Может быть, она его не заметила. Кроме того, постояльц так и не зарегистрировался. — Бо, Эллерим, Эллерим, ну? — ответил Бо. — Вечером в номере 1726 горел свет. Ты ходил туда? Это твой окурок там остался? — Что-что? Бо изобразил удивление. Инспектор пожал плечами. Как бы то ни было, вашу историю не подтверждают доказательства. — Но это правда, — возразила Кари. — Уверяю вас. Бо обкачал головой, глядя на нее. Инспектор нервно пригладил усы указательным пальцем. — Мне придется вас задержать, — сказал он. Глава пятнадцатая. Сделка с Де Карлосом Когда инспектор вышел, бросив на Бо убийственный взгляд, Гуссен скашлянул и сказал. — Миссис Квинн, как один из опекунов над состоянием Коула, я должен информировать вас, что ваше сегодняшнее вступление в брак исключает вас из числа получателей дохода с наследства вашего дяди. Существуют определенные формальности, документы. Если я могу помочь вам в качестве висконсульта, то, конечно, мне очень жаль. И он быстро последовал за инспектором. Керри плакала на плече у Бо, а Вай, стоя у окна, методично рвала на кусочки носовой платок. — А чего вы здесь околачиваетесь пучей глазой? Осведомился Бо, сердито глядя на Де Карлоса. Тот нервно улыбнулся. — Я хотел бы поговорить наедине. — Мистер Квинн, вы метаетесь отсюда. Я должен, это срочное дело. Ему придется подождать. Но оно совершенно неотложное, — наставил Де Карлос. Боу ставился на него. Де Карлос являл собой весьма причудливое зрелище, с его склокочными волосами, бородой, поблескивающими очками и зубами и странным соединением напряженности, тревоги и торжества выражений лица. — Я встречусь с вами в моем офисе на Тайм-сквер через полчаса, — сказал Бо, подчиняясь импульсу. — Я предупрежу ночного сторожа, чтобы вас впустили. — Благодарю вас. Де Карлос поклонился. Керри, улыбаясь ли, притворяясь, что улыбается в бороду, и быстро вышел. — Не уходи, Эллири. — Устала, — сказала Керри. Ее руки безвольно висели на шее Бо. — Я должен идти, малышка. Бо подал знак Вай над главой Керри. — Вай тебя не оставит. — Правда, Вай? — За кого вы меня принимаете? — Конечно, не оставлю, — ответила Вай, пытаясь говорить бодро. — Я попросил доктора, чтобы он дал тебе снотворное, — сказал Бо, Керри. — Тебе нужно как следует выспаться. Но нас плачем, — повисло на нем. — Керри, Керри, ну ты же знаешь, что я люблю тебя, верно? Ты ведь не веришь ни одному слову из того, что она тебе наговорила. Керри быстро покачала головой. — Тогда предоставь все мне и не беспокойся. Он поцеловал ее и поднялся. Керри упала на кровать и зарылась лицом в подушку. Бо стиснул кулак, склонился к Керри, еще раз поцеловал ее и вышел. Остановившись на тротуаре перед отелем, Бо закурил сигарету и огляделся. Улица была пустынна. Изредка проезжали машины. Часы показывали без нескольких минут четыре. Выбросив спичку, Бо быстро зажигал в сторону Бродвее. Ночной воздух был холодным, и он поднял воротник пиджака. Зайдя в телефонную будку дежурной аптеки, Бо плотно закрыл за собой дверь и назвал номер домашнего телефона мистера Эллири Квина. Эллири ответил почти сразу же, — это Бо, ты еще не лег? Я думаю, что произошло? Многое. Слушай, Эл, де Карло заявился в вилла-ануа и говорит, что должен поболтать со мной наедине. Я ему подыграл, сказав, что встречусь с ним в офисе через полчаса. Хочешь присутствовать? — Еще как! — мрачно произнес мистер Квинн. — У тебя есть какие-нибудь предположения? — Нет. Бери такси и приезжай как можно скорее. Я буду вовремя. Как Керри. Но Бо повесил трубку. Выйдя к Таймс-сквер, он перешел улицу и постучал в дверь дома, где находился его офис. Его впустил вздевающий ночной сторож. — Привет, Джо. — Я вскоре ожидаю человека по имени де Карлос. Впусти его. Он спросит мистера Квина. Проводи его к нам в офис. — Хорошо, мистер Раммел. Скажите вы, когда-нибудь ложитесь спать? — Не отвечай. — Ни на какие вопросы. — Понятно? — Да, сэр. Бо вошел в офис агентства Квина, включил свет, открыл Насте из окна и вытащил бутылку из ящика стола. Спустя десять минут в дверь приемной постучали. Бо поставил бутылку и открыл дверь. На пороге стоял де Карлос. — Входите, — пригласил Бо и запер дверь. — Вы явились рановато. Я звонил своему партнеру, он скоро будет здесь. — Ваш партнер? Известие явно не обрадовало до Карлоса. — Да, парень по имени Бо Браммел. Я хотел сказать Раммел. Бо протер глаза и направился в кабинет. — Хотите выпить? — Но я собирался побеседовать с вами наедине. — Между мною и Бо. — Нет секретов, — заявил Бо. Он указал на бутылку и зажег сигарету. Де Карлос облизнул красные губы, ища глазами стакан. В поле зрения его не было, а Бо ничего подобного не предполагал. Де Карлос стал пить из горлышка. Бо с усмешкой наблюдал за ним. Опустошив значительную часть бутылки, Де Карлос поставил ее на стол. Его серые щеки заметно порозовели. — Теперь, — начал он, чмокнув губами, — и теперь, — прервал Бо, — выпейте еще. — С удовольствием! — весело откликнулся Де Карлос. Он снова взялся за бутылку. Де Карлос был здорово пьян, когда мистер Квинн отпер входную дверь и вошел в офис. Бородатый мужчина развалился на стуле для клиентов, размахивая бутылкой и глядя на Бо стеклянными глазами. — А, па, партнер! — заговорил Де Карлос, пытаясь встать, но тут же упал на стул. — Привет, мистер Раммел. Прекрасная ночь, я хотел сказать. Печальная. Присаживайтесь. Эльри посмотрел на Бо, и тот подмигнул ему. — Это мистер Эдмунд Де Карлос, Раммел, — обратился Бо к Эльери, голосом достаточно громким, чтобы проникнуть сквозь пары алкоголя, окутывающие мозг мистера Де Карлоса. Один из опекунов в состоянии Коула. — Садитесь, мистер Раммел, — вновь пригласил мистер Де Карлос, взмахнув бутылкой. Эльри сел за письменный стол. — Насколько я понял, вы хотите поговорить с нами о чем-то важном, мистер Де Карлос? Де Карлос доверительно склонился вперед. — Важном и стоящем денег, мистер Раммел, кучи денег. — Выкладывайте, — сказал Бо. — Надеюсь, мы с вами друзья и светские люди, — Де Карлос хихикнул. — Я хорошо знаю детективов и детективные агентства, джентльмены, их всех можно купить, а я даю хорошую цену. — Вы хотите, чтобы мы провели для вас какое-то расследование, мистер Де Карлос? — спросил Эльри. — Де Карлос уставился на него с авиными глазами, потом раскатался. — Напротив, мистер Раммел, я хочу, чтобы вы не проводили расследование. Эльри и Бо обменялись взглядами. — Что-что? — переспросил Бо. Де Карлос тут же стал серьезным. — Давайте выложим карты на стол, мистер Клин. — Я знаю, что вы женились на малютке Кэрри, потому что заключили сделку с Марго. — Вы женитесь на Кэрри. Она лишает своей доли наследства. Ее доля переходит к Марго, с которой вы делитесь. Отличная работа, мистер Клин. — Но что происходит? — Ваша жена портит все дело. Она всаживает в Марго три пули. — Ба-бах! — Марго мертва! Он торжествующе кивнул. — И в итоге вы попали в беду. Не так ли, мистер Клин? — На вашем месте было бы поосторожнее, — сурово промолвил Бо. — Вы же слышали, что произошло. — Славная история, мистер Клин! — усмехнулся Де Карлос. — Но она не пройдет. — Нет, сэр, это фан... фантастично! Малютка Кэрри сама прикончила Марго. Она виновна, как сам дьявол, мистер Клин. — Что же остается вам? — Только... Бо рванулся к Де Карлосу и схватил его за горло. — Прекрати! — сказал ему Эллири, и Бо ослабил хватку. Де Карлос испуганно уставился на него. — Не стоит действовать опрометчиво! — успокоил приятеля Эллири. — Вы должны извинить моего партнера, мистер Де Карлос. У него была трудная ночь. — Это не основание для того, чтобы душить людей! — пробормотал Де Карлос, ощупывая кадык. — Вы хотели что-то сказать? — Де Карлос с трудом поднялся со стула, кося с набо. — Вы, джентльмены, потеряли кучу денег из-за того, что Кэрри... — Что? — Кто-то прикончил Марго. Он погрозил Эллии указательным пальцем. — Это просто стыд! — Ваши потери должны быть компенсированы, и Эдмунд Де Карлос — тот человек, который может это сделать. — Ну как? — Вот так, — проворчал Бо. — Мы крысы, и нам предлагают кусок сейра. Однако мне неясно, в чем состоит трюк. — Никаких трюков, джентльмены! — Конечно, если я сделаю что-то для вас, вам придется сделать что-то для меня. Это ведь справедливо, верно? Он с беспокойством смотрел на них. — Верно! — Верно, верно! — отозвался Эллии, бросив на Бо предупреждающий взгляд. — Итак, вас волнует наша потеря в сделке с Марго, и вы хотите компенсировать ее нам. — Но в благодарность за ваш маленький вклад на счет нашего агентства, мы должны кое-что для вас сделать. Что же именно, мистер Де Карлос? Де Карлос просиял. — Иметь с вами дело одно удовольствие, мистер Раммелл, но вам не придется ничего делать. — Наоборот, я плачу вам за то, что вы полностью устранились. Забудьте, что вы когда-то слышали о Кадмусе Коули, о его состоянии и обо всем остальном. Понимаете, что я имею в виду? Бо глухо зарычал, но Эллии быстро поднялся, встал между ними и больно пнул Бо левой ногой по голени. — Думаю, мы понимаем, мистер Де Карлос, — промолвил он с усмешкой под стать улыбки и гости. — Вам кажется, что мы проявляем излишнее любопытство, и вы бы вздохнули свободнее, если бы употребили нашу энергию в каком-нибудь ином направлении. — Во сколько, — вы сказали, — вам обойдется наше устранение? — Я еще не сказал, — Де Карлос смотрел на него с пьяной проницательностью. — Предположим, в десять тысяч долларов. — Ну-ну, мистер Де Карлос. — От сделки с Марго Кол мы получили бы куда больше. Не грабьте меня, дочиста, джентльмены, — усмехнулся Де Карлос. — Пятнадцать. — Вы обижаете нас, мистер Де Карлос. — Ладно, — буркнул Де Карлос. — Скажем, двадцать тысяч. — Скажем, двадцать пять. Де Карлос тут невнятно сбор мотал и, наконец, кивнул. — Хорошо, по рукам. — Двадцать пять тысяч, хотя это форменный грабеж. — Всего лишь сделка, — заверил его Эллири. — Теперь как осуществится этот маленький взнос? — Полагаю, наличными. — Наличными. — Я не ношу с собой такую кучу денег, — огрызнулся Де Карлос. — Выпишу вам чек. — Чек могут и не оплатить, — заметил мистер Квинн. — Это платит. А если нет, то вы всегда можете аннулировать наше соглашение. Перед такой логикой мы пасуем. Пусть будет чек. Садитесь, мистер Де Карлос. Подведя шатающегося визитера к вращающемуся стулу, он усадил его за стол и включил лампу. Порывшись в карманах, Де Карлос вытащил чековую книжку, открыл ее, тупо посмотрел на последний корешок кританции, затем снова полез в карман и вынул авторучку. Отвинтив колпачок, Де Карлос сосредоточенно надел его на другой конец ручки, наклонился, заложил язык за ащику и начал тщательно выписывать чек. Если бы он извлек из кармана бомбу, мистер Квинн и мистер Раммелл не были бы так изумлены. Их глаза устремились на ручку в вялых дрожащих пальцах Де Карлоса. Это была толстая черная авторучка, отделанная золотом. При свете лампы на колпачке виднелись знакомые царапины и дугообразные вмятины, которые господин Квинн и Раммелл ранее лицезрели дважды, один раз в номере 1726 отеля Вилануа на карандаше, найденном ими под радиатором. Другой раз в этом же самом офисе за этим же столом несколько месяцев назад. Идентичная ручка при идентичных обстоятельствах — это была авторучка Кадмуса Коула. Часть пятая Глава шестнадцатая Пустой рот Авторучка Кадмуса Коула. Как же она оказалась у Де Карлоса? Эльри поднял брови, глядя на Бо. Они отошли в угол, пока Де Карлос выписывал чек, борясь с неповинующейся ему ручкой. — Ты уверен, что это та же самая? — шепнул Бо. — Уверен. — Хотя мы всегда можем убедиться, сравнив с микрофотографиями. — Ручка Коула! — пробормотал Бо. — Та же самая ручка, которую он выписал чек на пятнадцать тысяч, когда нанял нас. Но это может быть самое простое объяснение, Эл. Возможно, Де Карлос просто присвоил ее после смерти Коула. Эльри пожал плечами. — Есть один способ это выяснить. Де Карлос достаточно пьян, чтобы утратить бдительность, и если мы спросим его, то он может сказать правду. Предоставь это мне. Подойдя к письменному столу, он оперсан на него ладонями и с улыбкой посмотрел на пишущего визитера. — Вот! — со вздохом сказал Де Карлос. — Двадцать пять тысяч долларов, мистер Раммел. Откинувшись на вращающемся стуле, он помахал чеком, как флагом, чтобы просушить чернила. — Послушайте, откуда мне знать, что вы сдержите своя слава, джентльмены? — Ниоткуда! — ответил Эльри, продолжая улыбаться. — Вы обманете меня! — свирепо прошипел Де Карлос, с трудом поднимаясь со стула. — А я... — Эльри мягко взял чек из его вялых пальцев. — Разве это по-дружески? — Мы надежное агентство, мистер Де Карлос, и всегда держим свое слово. — Да, двадцать пять тысяч подписано. — Эдмундам Де Карлосом. Все в порядке. Благодарим вас. — Взаимно. Забыв о своих подозрениях, Де Карлос попытался поклониться, едва не упал лицом вниз. Бо подхватил его и бесцеремонно выпрямил. — Спасибо, мистер Крин, это все из-за погоды. А теперь я должен идти. Он сунул авторучку в карман, Бо наблюдал за ее исчезновением, как лисица, заскрывшимся в норе кроликом. Эльри взял Де Карлоса за другую руку и вместе с Бо повел его к двери. — Кстати, мистер Де Карлос, — почтительным тоном заговорил он, — вы могли бы меня выручить. Де Карлос, шатаясь, остановился. — Да, — спросил он, быстро моргая, — у меня есть хобби, мистер Де Карлос. — Я коллекционирую маленькие сувениры в память о встречах со знаменитыми людьми. Не дорогие вещи, а просто личные предметы. — Я предпочитаю коллекционировать дам, — усмехнулся Де Карлос. — Блондинок, брюнеток, все равно, лишь бы они были красивыми, у каждого свои увлечения, — улыбнулся Эльри. — Так вот, я часто думал, что моя коллекция не будет полной без вещицы, принадлежавшей мистеру Кадмусу Коулу. — И вы абсолютно правы, — горячо откликнулся Де Карлос. — Мистер Коул был великим человеком. Я хотел бы попросить у него сувенир, когда мистер Коул нанимал нас несколько месяцев назад, но он так спешил, что я решил подождать более подходящего момента. — А потом, — Эльри вздохнул, — потом мистер Коул скончался, и я упустил свой шанс. — Не могли бы вы помочь мне, мистер Де Карлос, ведь вы, вероятно, были его ближайшим другом. — Единственным другом, — ответил Де Карлос. — Даю вам слово, единственным другом в мире. Дайте мне подумать, какая-нибудь личная вещь. — Что случилось после смерти мистера Коула с его личными вещами, одеждой, запонками, брелоками и тому подобным? — Все упаковали в чемоданы, которые я отправил на север с Кубы, — махнул рукой Де Карлос. — Сейчас они в Тайритауне, мистер Раммелл. Я посмотрю, что могу найти. — Я бы не хотел причинять вам беспокойство. Может быть, мистер Коул подарил вам что-нибудь перед смертью? — А может быть, вы взяли какую-нибудь вещь на память о нем? — Часы, кольцо, авторучку. — Я не делал ничего подобного, — печально произнес Де Карлос. — Даю вам слово, джентльмены. — Эдмонд Де Карлос — честный человек. Он не взял даже булавки. — Ну-ну, — запротестовал мистер Квин. — Наверняка вы хоть что-то взяли, мистер Де Карлос, например, его авторучку. Разве нет? — Прошу прощения, — оскорбленным тоном заявил Де Карлос, — но я не брал ни авторучки, ничего ли бы другого. — Какая эпическая честность, — заметил мистер Квин, блеснув глазами, — заслуживает солидной награды. Внезапно он сорвал с мистера Де Карлоса очки, оставив его недоуменно моргающими. — Мистер Роммел, — начал Де Карлос. Эдмонд Де Карлос бросил бу очки в серебряное праве. — Выдай джентльмену его награду. — Чего? — спросил Бо. — Пол ваш, мистер Квин, — сказал Эдмонд Де Карлос. — Предлагаю вам растянуть на нем мистера Де Карлоса. — Это означало бы воспользоваться преимуществами, — заметил Бо. Его только троня, он рассыплется на куски. — Де Карлос стоял с открытым ртом, переводя взгляд с одного на другого. — Это было бы неплохо, — одобрил мистер Квин. Бо посмотрел на него и усмехнулся. — Ну что ж, пожалуйте за наградой, — обратился он к мистеру Де Карлосу. Бородача отпрянул Келлери, но лапа борванулась вперед и ухватила его за воротник. Мистер Квин шагнул назад, наблюдая за происходящим с чисто научным интересом. Де Карлос взвизгнул и замолотил руками, как растерженный краб. Бо усмехнулся и начал трясти его из стороны в сторону, словно Де Карлос был шейкером для коктейлей. Голова Де Карлоса болталась взад-вперед, глаза вылезали из орбит, сверкающие белизной зубы издавали причудливое механическое тарахтение, вновь пробудив блеск в глазах мистера Квин. Внезапно произошло неожиданное. Безупречные, словно изготовленные из жемчуга или слоновой кости зуба мистера Де Карлоса, вылетели из его разинутого рта и, пролетев половину комнаты, приземлились у ног мистера Квина. Де Карлос забормотал проклятие, шевеля обнаженными деснами, щеки его сразу же ввалились. — Так вот оно что! — воскликнул Бо и, вцепившись в бороду противника, дернул за нее изо всех сил, словно не сомневаясь, что она такая же фальшивая, как и зубы. Но борода осталась на месте, а Де Карлос взвыл от боли. Выругавшись, Бо отпустил бороду и запустил пальцы в шевелюру Де Карлоса. На сей раз он добился своего. Черные волосы мистера Де Карлоса отделились от головы с чмокающим звуком, обнажив почти лысый череп с чахлой, сидеющей бахромой в форме подковы. Прикоснувшись рукой к обнаженной коже на макушке, Де Карлос перестал выть и сопротивляться, и безвольно обмяк. — Довольно с него, — сказал мистер Квинн. Мистер Раммелл отпустил Де Карлоса, ошеломленно взирая на дело рук своих. Мистер Де Карлос плюхнулся на четвереньки, стал шарить по ковлу. Нащупывая парик, он кое-как нахлобучил его на ровный череп, затем начал быстро искать вставные челюсти. Мистер Квинн наклонился и подобрал их. — Можете встать, — серьезно промолвил он, — ваши зубы у меня. И он с любопытством обследовал их, пока мистер Де Карлос поднимался на ноги. Зубы выглядели слишком ровными и совершенными, чтобы быть настоящими. Мистер Квинн ощутил стыд, что не заподозрил истину раньше. Он вернул челюсти и очки владельцу, который вставил в рот первые и нацепил на нос вторые, после чего с поразительным достоинством подошел к столу и протянул руку к телефону. — Прошу прощения, — вздохнул мистер Квинн, — но, по-видимому, эффект, произведенный виски с сейсмическим обращением моего партнера, еще не прекратился, мистер Де Карлос. — Если я не ошибаюсь, то сейчас только начинает светать, так что вы еще несколько часов не сможете приостановить действие выписанного вами чека. Де Карлос поставил телефон на место, попытался привести себя в порядок, но отказался от этого намерения, нахлобучил шляпу на покосившийся парик и спокойно вышел в приемную. — Мистер Квинн, — сказал Эллири, — проводите джентльмена. — Но, — хрипло начал Бо, — мистер Квинн быстро покачал головой, глядя на партнера. Бо пожал плечами и выпустил Де Карлоса в более дружелюбный мир. — Почему ты позволил ему уйти? — вернувшись, осведомился Бо. — У нас еще будет много времени, чтобы с ним разобраться, — ответил Эллири. Он исследовал выписанный Де Карлосом чек на двадцать пять тысяч долларов с интересом, озадачившим Бо. — Тебе легко говорить, — проворчал Бо. — А как быть с Керри? — Эй! Эллири поднял взгляд. — Ты даже не слушаешь меня. — Что такое интересное в этом чеке? Ты можешь разорвать его и выбросить. Де Карлос объявит его недействительным, как только откроется банк. — Этот чек, — заметил мистер Квинн, — представляет для нас более чем денежный интерес. Думаю, он настолько ценный, что мне не следует доверять его даже сейфу нашего офиса, и я буду носить его с собой. Как носил эти микрофотографии? — Ты считаешь, что кто-то может вломиться сюда? — спросил Бо, сжимая кулаки. — Это не исключено. — Пусть столько попробует. — А почему-то не взял у него ручку. Не надо спешить. — Не зачем вспугивать нашего кролика раньше времени? — Все окончательно запуталось, — проворчал Бо, растянувшись на кожаном диване. — Какого дьявола? — Да Карлос пользуется авторучкой Коула. — Если Коул не дарил ее ему, — должно быть, он солгал. — А если у него ручка Коула? — Бо внезапно сел. — Если у него ручка Коула, то почему у него не мог быть его автоматический карандаш? Эльдери машинально пошарил в кармане, дабы убедиться, что карандаш все еще там, и аккуратно спрятал чек Де Карлоса в бумажнике. — Необходимо проверить заявление Де Карлоса насчет личных вещей Коула. Он сказал, что они находятся в чемоданах в доме Коула в Терри Тауне. — Лучше убедиться, что это правда. — Да, но карандаш! — Говорю тебе... Эльдери нахмурился. — Не следует делать поспешных выводов, Бо. Нужно многое обдумать и взвесить. — А пока я хочу, чтобы ты порылся в прошлом Де Карлоса, расспроси ветеранов Уолл-стрит, узнай о нем как можно больше. Должны существовать люди, которые помнят его с того времени, с 1919 или 1920 года, когда Де Карлос вел биржевые операции Коула перед тем, как тот удалился на свою яхту. — Ну, зачем? — Неважно, зачем. — Сказал мистер Квинн. — Сделай это. И... — Ах да, самое важное. — Что? — Узнай, был ли Де Карлос когда-нибудь женат. — Женат. — Мои поручение. — Какой в нем смысл? — Может быть, очень большой. — Это уж чересчур для меня. — Послушай, ведь в завещании Коула сказано, что Де Карлос холостяк. Вот тебе и ответ. — Я предпочел бы получить его из более объективных источников. — Промолвил мистер Квинн. — Проверь это. — Я хочу, чтобы ты забрал у него ручку. — Да, ручка. В голосе мистера Квина послышалось беспокойство. Казалось, что-то связанное с этой ручкой тревожит его. Затем он пожал плечами. — Давай отложим абстрактные размышления и поговорим о реальных событиях. — Что произошло после того, как я оставил тебя в отеле? — Бо рассказал ему. Эльри прошел спокойно. — Мне не нравится положение, в которое мы поставили папу из-за того, что ты использовал мое имя. Он и так утаил несколько фактов. — Бо, ты должен раскрыть правду, прежде чем до нее доберутся газетчики, и папу выпрут из управления. — Черт возьми! — рявкнул Бо, вскакивая на ноги. Затем он снова сел с довольно глупым видом. — Я окончательно запутался. — Ты прав, мне придется играть в открытую. Но, Керри, ты должен рассказать ей, Бо, и обо всем остальном тоже. — Нет! — крикнул Бо. — Есть одна вещь, о которой я не стану рассказывать. И ты тоже будешь держать язык за зубами. — Неужели ты не понимаешь, что если мы об этом расскажем, то отправим Керри прямиком на электрический стол? Эллири закусил нижнюю губу. — Ты, говоришь, папа убежден, что ее историю вымысел? — Да, ты должен признать, что с его точки зрения так и выглядит. Оба замолчали. — Во всяком случае, — наконец заговорил Эллири, — объясни, почему ты использовал мое имя. — Я иду домой поспать и советую тебе сделать то же самое, потому что тебя ожидает нелегкий день. Бо молча кивнул, глядя в пол, как будто видел там нечто необычайное и интересное. Таймс-сквер на рассвете выглядел отнюдь невесело, и его облик вполне соответствовал настроению Бо. Однако, наблюдая за такси, увозившим Эллири, он ощущал определенный душевный подъем. В офисе, наверху, у него зародилась идея, развивавшаяся в его мыслях с невероятной быстротой. Идея была настолько удивительной, что он решил держать ее при себе. Если Эллири может себе позволить вести себя таинственно, то чем он хуже? Чем дальше Бо обдумывал эту идею, стоя холодным ранним утром на пустом тротуаре Таймс-сквер с сигаретой в зубах, тем больше она его привлекала. Если это в самом деле так, то можно подождать. Он всегда сумеет извлечь ее из шляпы, а пока нужно как-то выбраться из создавшейся путаницы. Это история с именами Кэрри. Как он сможет объяснить ей? Бо зашагал на восток в сторону виллы Ануа, гулко стуча каблуками по пустому тротуару. Прежде всего необходимо избежать репортеров. Они на всю ночь расположились с лагием в вестибюле вилла Ануа и наверняка до сих пор валяются там на диванах среди окурков и объедков сандвичей. Бо вошел в отель через служебный вход, разбудил ночного дежурного, сунул ему купюру и дежурный потихоньку поднял его на семнадцатый этаж. Один из подчиненных инспектора Квина, детектив Пик Готт, знавший бой с тех пор, как тот приходил к отцу в главное управление в коротких штанишках и с ободранными коленками, сидел возле двери номера семнадцать двадцать четыре. Открыв один глаз, Пик Готт произнес без улыбки. — Халло, мистер Квинн! — Бо усмехнулся, сунул детективу в рот сигару и без стука вошел в номер. — Сержант Велли дремал в кресле у окна. Он уже встрепенулся, как кот. — А, это вы! Велли снова откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Бо открыл дверь в спальню. Шторы были опущены, а Керри свернула с калачиком под одеялом на одной из кроватей. Он мог слышать ее глубокое и ровное дыхание. Вай, лежавшая на другой кровати, полностью одетой, вздрогнула и подняла голову. Увидев Бо, она соскользнула с кровати и на цыпчиках вышла к нему в гостиную, бесшумно закрыв за собой дверь. Веки Вай были красными, кожа побледнела и постарела. Зашли повидать жену для разнообразия. — Как она? — спросил Бо. — Все в порядке, хотя и не благодаря вам. Док дал ей какое-то лекарство, и она вскоре заснула. — Это хорошо. Бо начал нервно шагать по комнате. Вай посмотрела на него. — Если хотите войти, я не могу вам помешать. Вы ее муж. — Нет-нет, пускай спит. — Это ей на пользу. — Вы молочина, Вай. — Вы... Я просто не знаю, как вас... — Благодарить. Не болтайте чепуху, — сказала Вай. — Не знаю, какая я молочина, но вы — форменная крыса. Бо медленно повернулся. — Почему? — Вы отлично знаете, почему. Вай села на край стула, глядя на него с явным отвращением. — Вы заставили бедняжку принять удар на себя, и у вас даже не хватило ума остаться с ней. — В чем дело? Бо густо покраснел. Вай покосился на неподвижную массивную фигуру сержанта Вели в кресле. Не обращает на него внимания. — Что вы имеете в виду? — Вряд ли бы вам понравилось, если бы от Тверзила услышал, что я имею в виду. — Не беспокойтесь. Он и так все слышит. — Перестань притворяться спящим, Вели. Сержант открыл глаза. — Теперь выкладывайте. Что у вас на уме? — Вы сами напросились. — Спокойно промолвила Вай, побледнев, однако еще сильней. — У меня на уме то, что вы были в той комнате наискосок и застрелили через окно Марго Коул, а потом бросили их к Керри в окно револьвер. Внезапно Вай застыла на стуле. Взгляд Бо стал таким свирепым, что ее нижняя губа задрожала, и она в панике повернулась к сержанту. Вели поднялся. — Эй, парень, не лезьте в это, Вели. — По-вашему, я прикончил Марго и свалил вину на Керри? — Бо говорил очень тихо, стоя над Вай. — Да. Сорвавшись из губ, Вай крик звучал вызывающе, несмотря на ее испуг. — Полагаю, вы гнушили эту идею и Керри, верно? — Мне не пришлось этого делать. Идея и так была у нее в голове. — Ах вы, проклятая лгунья, спросите у нее, — сказала Вай, отшатнувшись и с ненавистью глядя на него. — Ваш уход пришелся так кстати, что Керри наверняка все поняла, хоть и гонит от себя подозрения. — Она любит вас, хотя Бог знает за что. — Ей бы следовало проклинать тот день, когда она впервые вас увидела. — Продолжайте, — хрипло сказал Бо. — Вы были заодно с Марго. — Сержант! Вай соскочила с кресла и отбежала от бок Вели, схватив его за огромную ручищу. Почувствовав защиту, она заговорила снова. — Вы были сообщником, Марго. Вы договорились убрать Керри из пути. Но когда ваши ловкие покушения не сработали, вы решили жениться на Керри и лишить ее таким образом доли наследства, а потом бросить ее. — Я не желаю выслушивать ваше грязное подозрение, — рявкнул Бо. — Я хочу знать, что думает Керри. Но Марго потеряла голову. Явилась сюда прошлой ночью и хотела рассказать, что вы с ней партнеры. Вы боялись этого, последовали за ней, и прежде чем она успела сболтнуть лишнее, вы застрелили ее. — Говорю вам, я хочу знать, что думает Керри, а она думает тоже, что и я. Только не может в этом признаться ни себе, ни мне. Керри убеждает себя, что вы отличный парень, и берет на себя вашу вину. Вы, должна быть, гордитесь собой. Бо с шумом втянул в себя воздух. — Убирайтесь отсюда. Вай сердито уставилась на него, выдвинулся к ней, но она взвизгнула и спряталась за сержанта. — Полегче, сынок, — проворчал Вели. Пускай его метается. — Вы не можете меня заставить. Вон отсюда вы, змея. Керри нуждается во мне. Нуждается, как в дырке в голове. Вы уберете сами, или мне придется вас вышвырнуть? Бо обращался с ней через плечо сержанта, не обращая внимания на разделяющую их гору человеческой плоти. — Оставить ее с вами? — истерически вскрикнул Вай. — Чтобы ее прикончили. — Если б вы были мужчиной, — буркнул Бо, — я б вам шею свернул. — Тихо, — говорю вам, — прогремел Вели. Хватая Бо за руку, услышав щелчок, все обернулись. В дверях спальни стояла Керри в тонком пеньюаре. Растрепанные волосы свешивались на ее мертвенно-бледное лицо. Шея Боба багровела. Он пытался что-то сказать, но Керри повернулась и захлопнула за собой дверь спальни. Вай с криком побежала за ней, дверь хлопнула снова. Ворванулся за ними, но сержант Вели оказался проворнее, закрыв дверь своими широченными плечами. — Лучше успокойтесь, Бо, — мягко сказал он. — Я должен поговорить с Керри. Не могу позволить ей думать, что, по-вашему, ей мало досталось. И вы хотите добавить еще? Идите домой и поспите как следует. Сразу почувствуйте себя лучше. Но я должен рассказать ей, кто я, Вели. Должен объяснить ей всю эту путаницу с именами. Вытряхнуть из нее эту дурацкую мысль. Вот я пытаюсь повесить ей на шею убийство, которое я якобы совершил сам. Вам, безусловно, удастся ее убедить. — Сухо, — промолвил сержант, — рассказав, что вы под чужим именем познакомились с ней и женились на ней. При слове «женились» Бо судорожно глотнул и отшатнулся, как будто сержант собирался его ударить. Повернувшись, Бо вышел без единого слова. Глава семнадцатая Мистер Раммелл вновь становится самим собой. Устало ввалившись к себе в квартиру, Бо сбросил одежду, завел будильник и плюхнулся в кровать. Будильник зазвонил перед полуднем. Бо со стороны открыл глаза. Чувствуя себя как во время похмелья, — пробормотал он, — только еще хуже. Выбравшись из постели, Бо принял холодный душ, побрился, оделся и вышел. Остановившись на углу у табачной лавки, он купил две пачки сигарет и плитку шоколада с орехами, после чего направился к метро, пожевывая шоколад. Кэрри пробудилась после тяжелого сна около девяти. Вай металась во сне на другой кровати. Соскользнув с кровати, Кэрри заглянула в гостиную. Сержант Вилли ушел, но в кресле сидел другой детектив, читая утреннюю газету. Увидев ее, он быстро спрятал заголовки. Она поежилась и закрыла дверь. — Когда Вай проснулась, был полдень, и полностью одетая Кэрри сидела у одного из окон в спальне, положив руки на колени и глядя во двор. Вай что-то сказала, но Кэрри не ответила. Блондинка зевнула, скорчила гримасу и присоединилась к подруге у окна. — Кэрри! — Кэрри вздрогнула. — О, ты встала! Что? — Разве ты не видишь этих зевак? У окон, выходящих на их сторону двора, толпились люди. Мужчины, женщины, по меньшей мере двое детей, а в одном из окон, рискованно перегнувшийся через подоконник, репортер выкрикивал вопросы. — Я их не заметила, — равнодушно ответила Кэрри. Вай опустила штору, а Кэрри, словно расслышав, наконец, крики репортера, закрыла окно. День был на редкость мирным. Иногда открывалась дверь в коридор, захлопываясь за вошедшим в гостиную детективом. Люди входили и выходили постоянно. В номере 1726 также происходила какая-то деятельность. Вай, выглядывая из окна, видела суетящихся там людей. Однако в спальню никто не входил, за исключением дежурного детектива. Да и он вошел только потому, что Вай после тщетных попыток дозвониться до телефониста, пожаловала, что они голодны. — Почему же вы не попросили меня раньше? — осведомился детектив и тут же вышел. — Они отключили телефон. Испуганно сказала Вай. Кэрри промолчала. Спустя пятнадцать минут детектив катил столик с едой и сразу же удалился. — Давай поедим, малышка. Нам следует подкрепиться. Кивнув, Кэрри села за стол и взяла бутерброд. Она выглядела спокойной. Только рассеянные выражения лица и две углубившиеся линии от ноздрей к уголкам та указывали, что с ней творится что-то неладное. Заметива, ты Вай сказала. — Кэрри, дорогая, тебе необходимо перекусить. Ты не ела с самого... — Я не голодна, Вай. Кэрри вернулась к окну. Вай вздохнула. Закончив свой завтрак, она после недолгих колебаний съела завтрак Кэрри. Потом она приняла ванну, оделась, заимствовала у Кэрри свежее белье и чулки, и обе просидели молча весь день. В девять вечера Вай хотела скричать. Любой звук, вопль, кашель, плач явился в облегчении. Но Кэрри просто сидела, сложив руки на коленях, точно выясченные из камня Будда женского пола. Наконец снаружи послышались голоса и топот ног. Вай встрепенулась, и даже Кэрри повернула голову. Дверь в спальню открылась. На пороге стоял сержант Вилли в сопровождении нескольких незнакомых мужчин. Сержант держал в руке сложенный вдвое лист бумаги. Кэрри поднялась, побледнев. — У меня имеется ордер, — бесстрастно заговорил сержант. — Нарест Кэрри Шон. — И Шон, вы готовы? После этого все замелькало, как на киноэкране. Фотограф умудрился прорваться сквозь наружный кордон. Засверкали вспышки. Детективы закричали. Репортеры просачивались в комнату. Короче говоря, началась всеобщая свалка. В суматохе Вай надела на Кэрри шляпу и легкое пальто из верблюжьей шельсти. Сержант Вилли сказал, что Вай не может сопровождать арестованную. Поэтому она с плачем повисла на Кэрри. — Не веди себя, как ребенок, Вай! В конце концов сказала Кэрри и поцеловала подругу на прощание. Вскоре Вай осталась плакать, сидя на полу номера 1724 среди газет, предметов гардероба Кэрри и прочего хлама, в обществе двух репортеров женского пола, задержавшихся для каких-то своих зловещих целей. Они даже помогли Вай, когда у той хватило сил встать, собрать в чемоданы вещи Кэрри, попутно задавая вопросы, как две болтливые сойки, пока плачущая Вай не пригодила стукнуть их головой друг о дружку. С помощью полицейского ей, наконец, удалось спастись с сумкой Кэрри. Недовольные журналистки отправились на Сентер-стрит. В съехавшей на ухо шляпки Вай добралась до своего отеля. Войдя в вестибюль, она увидела двух мужчин, которые, как ей показалось, с подозрением на нее смотрят, быстро поднялась к себе и заперла за собой дверь. Затем начались телефонные звонки. Спустя полчаса Вай сказала оператору, чтобы с ее номером больше не соединяли. Тогда к ней стали стучать в дверь. Снова позвонив оператору, она пригрозила вызвать полицию, если стук не прекратится. — Да, мадам, подождите минуточку, — сказала телефонистка, а потом неуверенно добавила. — Простите, мадам, но это и есть полиция. Открыв дверь, Вай увидела мужчин, с подозрением смотревших на нее вестибюль. — Советую вам оставаться на месте и не пытаться проделывать никаких трюков. — Понятно, сестренка? — сказала один из них. — Оставаться на месте, — закричала Вай. — Вы что думаете, повесить обвинение заодно и на меня, чертовы легавые? Мы ничего не думаем, — ответил второй детектив. — Опрос даем дружеский совет, блондиночка. Вай захлопнула дверь и снова заперла ее. После этого телефон больше не звонил, а в дверь не стучали. Вай оставалась на месте. Босс криком ворвался в офис инспектора Квина в главном полицейском управлении. — Что происходит, папаша? Почему меня сюда притащили? Затем он увидел Керри и медленно произнес. — Что это значит? Керри смотрела на него глазами, полными боли. — Я хотел поговорить с тобой, — ответил инспектор Квинн. Его худое жилистое тело казалось съежившимся. — Что касается мисс Шонта, мы решили задержать ее, ну, формально, как важного свидетеля. Но настоящая причина нам хорошо, известно. В комнате присутствовали еще трое. Бог узнал их всех. Это были стенографист и два помощника окружного прокурора Сэмпсона. — Керри ни в чем не виновна, — заявил Бо. Она же рассказала вам, что произошло. — Настоящий убийца находился в номере 1726. Он застрелил Марго через окно, а потом бросил револьвер в спальню Керри. Она подобрала его, сама не зная, что делает. — Это все, что ты можешь сказать? — странным тоном осведомился инспектор. — Вам недостаточно правды? — нагрызнулся Бо. — Одну минуту. Голос Керри был тихим и спокойным. — Инспектор Квинн, вы обвинили меня в убийстве моей кузины, и я признаю, что обстоятельства... — Не признавай ничего, — прервал Бо. — Предоставь все мне. — Пожалуйста. Керри посмотрела на него, и он отвернулся. — Я признаю, что все обстоятельства против меня. — Но если я застрелила Марго, то у меня должен был иметься мотив. — Какой же у меня был мотив? — Вы его отлично знаете, — сказал инспектор. — У меня не могло быть никакого мотива. — Вы имеете в виду, что я ненавидела Марго, потому что ревновала к ней моего мужа? — Но если так, то не следовало ли мне застрелить ее до того, как мы поженились? — Мне не из-за чего было ревновать, инспектор. Мы были женаты. Зачем мне было дожидаться замужества, чтобы убить ее? Инспектор не ответил. Сценографист молча записывал, а два сотрудника из офиса окружного прокурора внимательно слушали. — Или вы предполагаете, — продолжала Керри, — что я хотела убрать с дороги Марго из-за денег? Но этого не может быть, так как мое замужество исключило меня из числа наследников дяди Кадмуса. Я не только не могла унаследовать долю Марго, а лишила своей собственной. Неужели вы не видите, насколько нелепо это обвинение? Нет никакой причины, в которой я могла бы захотеть убить Марго? — Есть! — негромко возразил инспектор. — Какая же? — Пожизненный еженедельный доход в две с половиной тысячи долларов. — Ведь я только что объяснила вам, — ошеломленно произнесла Керри. — Мистер Гуссенс и мистер де Карлос подтвердят, что завещание... — В самом деле, — сказал Бо, — что вы имеете в виду, папаша? — Это правда, — устало, — заговорил инспектор, — что у мисс Шон не могло быть финансового мотива, если бы она была замужем во время убийства. Сделав паузу, он повторил. — Если бы она была замужем! Керри вскочила на ноги. — О чем вы? — Притворство вам ничего не даст! Сердито проворчал старик. — Эль-Лири! Керри подбежала к Бо и встряхнула его. — О чем говорит твой отец? Объясни мне! Бо ничего не сказал. Но, посмотрев ему в глаза, Керри отпустила его и застыла, смертельно побледнев. — Сегодня днем я получил анонимную телеграмму, — сказал инспектор. — Мы не смогли проследить отправителя, — так он продиктовал текст, позвонив на телеграф из городского телефона автомата. — Однако содержание телеграмм куда важнее ее автора мы проверили, и все оказалось правдой. — Мисс Шон! — Мисс Шон? — прошептала Керри. — Мисс Шон! — Вчера вечером вы не вышли замуж. Брак с Читани было фальшивым. Это попытка прикрыть домовой завесой ваш мотив убийства. Марго Коул, вы все еще являетесь наследницей вашего дяди и получательницей доли Марго. Что вы скажете теперь? — Не вышла замуж вчера вечером. Но это... Это неправда. Мы поженились в Коннектикуте неподалеку от Гринвича у мирового судьи по фамилии... По фамилии Джонстон. Разве не так, Эллери? Элли словно овладела безумие. С расширенными от ужаса глазами она вцепилась в руку Бо, бешено тряся ее. — Это еще не все! — рявкнул инспектор, внезапно побоградев. — Этот человек не мой сын. Его имя не Эллери, а фамилия не Квин. Его зовут Бор Раммел. Он партнер моего сына в частном детективном агентстве. — Бор Раммел? — прошептала Керри. Она опустилась на стул, шаре рукой в сумочке, в поисках носового платка. — Ради бога, папаша! — взмолился Бо. — Это бесполезно, Бо. Нет записи о выдаче брачной лицензии. Нет никаких следов мирового судьи, который якобы вас поженил. Если он существует, предъявите его. И давайте посмотрим на лицензии ваши брачные свидетельства. Даже адрес судьи фальшивый. Этот дом просто арендовали на одну ночь. Там уже много лет никто не живет. В мозгу Керри мелькали видения. Ветхий дом, заросший сорняками двор, пыльная комната, странный мистер Джонстон. — Да, это правда, — заговорил Бо. Вид у него был жалкий. Мы не были женаты. Все это было спектаклем. Но Керри ничего об этом не знала папаша. Она думала, что все идет как надо. Все это проделал я один. Она должна была догадаться. Если бы не была такой слепой, доверчивой, дурой. Лицензия на брак, которую ей не дали подписать. Он даже не показал ее ей, объяснив, что все устроил с помощью отца. Судья собирался поженить их без второго свидетеля. Губы Керри начали дергаться. — Ну, — сказал инспектор, — вы должны верить мне, папаша. Теперь все чертовски запуталось. Марго Коул трижды пыталась убить Керри. Она ненавидела ее, потому что... Ну, потому что я ей нравился. Потому что Марго тратила больше денег, чем позволял ее доход, и хотела заполучить долю Керри. Она сама мне об этом сказала. Я готов заявить это под присягой, давая показания в суде. Я подыгрывал ей, что ли? Считай, что это лучший способ защитить Керри. У нас не было никаких улик против Марго, так что обращаться в полицию было бесполезно. Эллири все об этом знает. Он поддержит меня. Не втягивай в это, Эллири, — рявкнул инспектор. Приходится, папаша. Даже если я это не сделаю, он сам все расскажет. — Эллири все знает только с твоих слов, — быстро осведомился старик. Я рассказал ему все. Но это правда, клянусь вам, я спланировал фальшивый брак, потому что Марго, думая, что Керри вышла замуж, временно получила бы, или вскоре ожидала бы получить ее долю. Так что один ее мотив — ждать смерти Керри исчез бы. А что касается второго, — Бо агрессивно расправил плечи. Я заключил сделку с Марго. Притворился, будто действуя с ней заодно. Сказал ей, что женюсь на Керри только для того, чтобы передать Марго ее долю, которой она бы со мной поделилась. Я убедил Марго, что люблю ее, а не Керри, и что брак для меня ничего не значит. Она поверила мне. Но прошлой ночью эта ведьма не могла удержаться, чтобы не выложить все Керри, после того, как вред, по ее мнению, был уже причинен. Ты хочешь, чтобы я поверил, будто эта девушка не знала, что ее брак фальшивка? По-вашему, она способна... Начал Бо намахнул рукой, не окончив фразу. Я не женился на ней по-настоящему, так как не хотел, чтобы она лишилась наследства. Я не сказал ей, что этот брак фальшивый, потому что, если бы я так сделал, Керри ни за что бы не согласилась на это. Говорю вам, вы не знаете ее. Два помощника окружного прокурора пошептались между собой, затем один из них подозвал инспектора, и они начали шептаться втроем. Наконец, побледневший инспектор обратился к Бо. Куда ты ходил вчера вечером, Бо, оставив эту девушку в номере отеля после того, как вы въехали туда? Керри подняла голову, в ее взгляде читались боли и обиды. Я же не подонок! Рявкнул Бо. Войдите в мое положение! Керри думала, что мы женаты, а я знал, что это не так. Я придумал какой-то нелепый предлог. Сказал, что вернулся и смылся. Когда я вышел из отеля, то подумал, что следует уведомить опекунов над состоянием Коула о том, что наш брак недействителен. Я пошел в свой офис на Таймсквер и написал два письма, одно Гуссонцу, другое Декарлосу. Они абсолютно одинаковы. Субтитры создавал DimaTorzok